В Алтайском крае в этом году от огня пострадало около 620 гектаров леса. Благодаря образцовой системе лесной пожарной охраны, любой очаг возгорания удается быстро обнаружить и локализовать. Но на этом борьба с пожаром не заканчивается. По словам экспертов, система лесовосстановления в нашем регионе также считается лучшей в стране. 20 лет назад здесь произошел крупный лесной пожар. Это 450 гектаров, у нас получается по площади было пройдено огнем. После этого, что у нас оперативно, в принципе, мы произвели очистку территории и была произведена посадка леса. На сегодня это уже хороший, я думаю, лес. Начинается лесовосстановление вот с этого цеха с неспростым названием «Шишка-сушилка». Именно сюда поступает сосновая шишка с лесосеменной станции или просто собранная в лесу. Мы находимся на «Шишко-сушилке». Она построена в 50-х годах прошлого века. За сутки «Шишко-сушилка» перерабатывает полторы тонны шишки. Из них получают 15 килограммов семян. А этого достаточно, чтобы посадить лесов на 50 гектарах. Семена сосны хранятся на специальном складе при постоянной температуре минус 8 градусов. В любой момент по необходимости их могут высадить в специальных лесных питомниках. А уже оттуда саженцы попадают на места гарей. Этим саженцам два года. Они уже готовы для того, чтобы их могли высадить либо по гарям, либо по ветровалу. Ежегодно в Алтайском крае может быть выращено около 40 миллионов таких саженцев. И этого достаточно для того, чтобы засеять или посадить более 9 тысяч гектаров леса. Ущерб от погибшего в пожарах древостоя рассчитывается. Оценить потери экологических функций поврежденных экосистем невозможно. Поэтому алтайским лесоводам приходится ежегодно заниматься восстановлением утраченных лесов. Константин Ганов, Михаил Дефуншан. Новости.